Калифорния в огне в некоторых районах. Уже началась эвакуация населения. В Нью-Йорке вынесли громкий приговор, сколько лет проведет убийца жительницы Манхэттена. Участник терактов 11 сентября боится победы Дональда Трампа. Израиль уничтожил командира террористической организации Хизбаллам. Как на это отреагировали в США? Более тысячи жителей Калифорнии могли заразиться опасной инфекцией. Молодой матерью, которая выбросила новорожденного на улицы, оказалась нелегальная иммигрантка. Кто такой Джей Ди Вэнс и почему он так понравился Трампу? По новому закону американские флаги должны полностью производиться в США. В штате Нью-Йорк грузовик влетел на крышу дома. Сеть банков Чейз меняет правила. Кого из кандидатов в президенты поддерживает большинство жителей Флориды? Американские коммунисты устроили марш в Филадельфии. Родители в Нью-Йорке будут получать новые пособия от штата. Американ Эйрлайн снова устраивает распродажу билетов. И в Теннесси Медведь решил проинспектировать автомобиль. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Щеридов. Сегодня вторник, 30 июля. Устраивайтесь поудобнее, новостей много, как обычно в это время на YouTube-канале. Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на бюро. Ну а мы начинаем. Сегодня в Нью-Йорке вынесли приговор обвиняемому по громкому делу об убийстве. Два года назад молодой мужчина ворвался в квартиру в Чайна Тауне. Он напал на женщину. Сначала изнасиловал ее, а затем убил. Полиция задержала подозреваемого прямо на месте преступления. Мужчина прятался под матрасом в той же квартире. Экспертиза установила, что у подозреваемого тяжелые психические проблемы. В итоге суд сегодня приговорил его к 30 годам тюрьмы. В Калифорнии продолжаются сильнейшие лесные пожары. Уже выгорело 300 тысяч гектаров леса. Пожарным справиться со стихией пока не удается. Вообще в Калифорнии лес горит едва ли не каждый год. Но эти пожары уже назвали шестыми по масштабам в истории. Причем дело не только в жаркой погоде. По одной из версий возгорание спровоцировал один из местных жителей. Он столкнул во враг горящую машину. Этого человека уже нашли и задержали. Другим новостям буквально два часа назад пропалестинские активисты ворвались в одно из зданий Конгресса и устроили там акцию. На этот раз активисты вели себя достаточно спокойно. Однако полицейские были вынуждены задержать несколько человек. Как обычно, участники подобных акций требуют прекращения огня в газе. Но вот через пару минут мы еще вернемся к теме войны на Ближнем Востоке. В Калифорнии на музыкальном фестивале посетители подхватили опасную инфекцию. Эксперты заявили, что это грибок, который вызывает серьезное повреждение легких. Заболевание называют лихорадкой долины. В больницу уже попали три человека. А еще около тысячи гостей фестиваля получили предупреждение от медиков. Они потенциально могут быть заражены. Участник терактов 11 сентября просит выдать его Франции. Закариас Мусаиум опасается победы на выборах Дональда Трампа. Он считает, что в случае победы республиканского кандидата террориста казнят. Его поймали сразу после теракта. В 2001 году следствие доказало его причастность к подготовке атаки. Прокуратура просила приговорить его к смертной казни. Для этого требовалось единогласное решение всех присяжных. Однако не все это решение поддержали и казнь заменили пожизненным сроком. Теперь осужденный требует депортировать его на родину, во Францию. Несколько сенаторов уже обратились к президенту, генпрокурору и просят игнорировать подобное обращение. Ну а прямо сейчас главная международная новость. Израиль ударил по столице Ливана, Беруту и уничтожил самого высокопоставленного военного командира террористической организации Хизбалла. Вероятно, это был ответ на атаку поселения на голландских высотах, где погибли 12 детей. Как сообщил сегодня саудовский телеканал Аль-Хадас, американские военные корабли двигаются по направлению к Ливанским берегам. Ну а ранее сегодня вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Израиля есть право защищать себя от террористических организаций, таких как Хизбалла. О ракетном ударе по голландским высотам мы вчера уже говорили. Я упомянул, что это спорная территория. И мои зрители совершенно справедливо уточнили в комментариях, что США признали голландские высоты территорией Израиля. Это действительно так. Это сделал еще Дональд Трамп. Ну и всем зрителям спасибо, что внимательно смотрите и слушаете наши эфиры. Так что всегда пишите, если вдруг я допускаю какие-то ошибки или неточности. Для нас важно рассказывать вам только достоверную информацию. Спасибо, что смотрите. Спасибо за лайки. Мы продолжаем. В Техасе судят мать, которая выбросила новорожденного. Я уже рассказывал о том, что 18-летнюю девушку арестовали в Хьюстоне после звонка очевидцев. Они сообщили, что женщина родила ребенка прямо на улице, ну а затем выбросила младенца в мусорный контейнер. Мальчика успели найти и спасти. Выяснилось, что его мать родом из Гватемалы и что она находится на территории США без документов. Теперь к другим темам. Дженнифер Энистон вступила в словесную перепалку с Джей Ди Вэнсом. Известная актриса раскритиковала его комментарии о женщинах без детей. Три года назад Вэнс в телеэфире заявил, что США, цитата, «управляются кучкой бездетных кошатниц, которые несчастны из-за своей собственной жизни и сделанного ими выбора, и поэтому они хотят сделать несчастными и остальную часть страны». Сейчас это интервью стало вирусным, потому что в качестве примера он привел Камалу Харрис. Энистон прокомментировала это в Инстаграм, написав, «Я действительно не могу поверить, что это говорит потенциальный вице-президент Соединенных Штатов». Мы, кстати, в нашем эфире совсем мало рассказывали о кандидате в вице-президенты от республиканцев, но нам показалось это важным – собрать немного биографии о том, кто же такой Джей Ди Вэнс и как он получил столь важную роль кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов. Вот об этом в репортаже Гарри Книгницкого. Это моё великое привлечь представить моего мужа и следующего президента Соединенных Штатов, Джей Ди Вэнс. Так жена Вэнса, Уша, её родители приехали в США из Индии, представила своего мужа на съезде республиканской партии. Они почти ровесники, вместе учились в престижном Ельском университете, женаты уже 10 лет, у них трое детей. Вот они появляются в одном из кафе в Миннесоте во время очередной предвыборной поездки по американским штатам. Вэнсы теперь вообще часто ездят вместе. Кандидату в вице-президенты важно показать, что он семьянин, к тому же очень религиозен. Это ценят республиканские избиратели. Нашей страной управляет кучка бездетных дам. Они это делают через демократов и олигархов. Эти бездетные дамы – несчастные люди. И они хотят, чтобы остальные были такими же несчастными людьми. С таким заявлением Вэнс выступил в 2021 году. Он тогда намекал, что можно ввести налог на бездетных, но как при этом быть, скажем, с католическими священниками, ведь им запрещено иметь детей. Этого католик Вэнс так и не пояснил. Зато рассказал, что официанты платить налоги не должны. Мы оставим вам большие чаевые. И я напишу на чеке «нет налогом на чаевые». Повесьте это в рамочку. И когда мы победим, можете спросить с нас за это. Официанты во многих штатах США получают всего 2 доллара 13 центов в час. На такие деньги не выжить, и вся надежда на чаевые. Но с них еще нужно заплатить налог. И отмена таких сборов ближе рабочему классу, чем абстрактные призывы к равенству. В Вэнсе работяги видят своего, парня из Огайо, который с детства вкалывал и добился всего трудом. Он всегда был самой интересной личностью, которую я знала. Парнем из рабочего класса. Который преодолел детские травмы, которые мне даже не дано понять. Родители Вэнса развелись, когда ему не было еще и года. Мать боролась с наркотической зависимостью. Джей Ди и его сестру растила бабушка. Вэнс вспоминает, что семья жила на грани нищеты. А в его родном штате Огайо закрывались заводы и ликвидировались рабочие места. Вэнс после школы пошел служить в морскую пехоту. Заработал деньги на высшее образование. Окончил ель, где и познакомился со своей будущей женой. И стал юристом. Джей Ди, которого я знала тогда, совсем не изменился. Ну, разве что отрастил бороду. Ей, конечно, виднее, но в 2016 году Вэнс называл Трампа американским Гитлером. И говорил, что никогда не будет за него голосовать. Вэнс восхищался Биллом Клинтоном и Бараком Обамой. А в США его знали скорее как молодого писателя. В 2016 году он выпустил книгу «Элегия деревенщины». Это во многом автобиографический роман. Было распродано больше полумиллиона экземпляров. Кстати, сейчас издательство хочет напечатать новый тираж, ведь Вэнсу всех на слуху. В 2020 году по его книге Netflix даже снял фильм. А Netflix известен своим либерализмом и спонсирует демократическую партию. Сам Вэнс два года проработал юристом в Сан-Франциско, городе, который называют цитаделью либералов, и который уже тогда находился в явном упадке из-за нашествия бездомных и высокой преступности. И именно там, в Сан-Франциско, что-то с Вэнсом случилось. Что-то такое, что заставило явиться к Дональду Трампу с повинной. В 2021 году Вэнс обратился к Трампу за поддержкой. Вэнс тогда решил баллотироваться в Сенат. И каким-то образом после всех публичных нападок на Трампа сумел с ним договориться. Стал одним из самых ярых сторонников бывшего президента. Трамп кандидатуру Вэнса поддержал. Так, молодой политик стал сенатором от штата Огайо и продвигал в Сенате идеи Трампа. Например, о том, что США не должны поддерживать Украину в войне против Путина. Вот интервью Вэнса телеканалу CNN в декабре 2023 года. В интересах США принять тот факт, что Украина должна отдать России часть своих территорий. Тогда эта война закончится. А на днях в интернете появилась фотография, на которой Вэнс изображен в футболке с серпом и молотом и надписью СССР. Правда, подлинность этого снимка никто пока не подтвердил, но и не опроверг. Так что же стало с тем самым молодым юристом из Еля, который называл Трампа Гитлером? Что случилось с начинающим писателем, который мог стать рупором глубинной Америки и донести ее боль до всех? Откуда такая трансформация? Кажется, этот вопрос задают даже авторы предвыборного ролика. Так кто же такой Джейди Вэнс? Рожденный в нищике, но способный вернуть американскую мечту с заводами и рабочими местами, но при этом с полным запретом абортов и однополых браков. Неужели Вэнс настолько разочаровался в либеральных ценностях? Или все же правы его однокурсники по елю, которые называют его сегодня хамелеоном, меняющим свои взгляды в зависимости от того, куда ветер дует? С другой стороны, гибкость для политика – это отличное качество. Может быть, поэтому Вэнса так полюбил Дональд Трамп. Тот вообще состоял в нулевые годы в рядах демократов, но ушел от них, когда увидел победу Барака Обамы на президентских выборах. Если так, то еще никто в Америке не сделал больше для укрепления консерваторов, чем прогрессивные либералы. Гарри Книгницкий, Семен Лобачев, Бюро Вашингтон. Я Денис Чередов, и мы продолжаем. Дональд Трамп хочет изменить цвет борта номер один. Кандидат в президенты думает покрасить самолет в более патриотические синие-красные цвета. Эта идея у него была еще во время работы в Белом доме. Он даже заказал у Боинга два новых самолета в новых цветах вместо привычных серо-голубых. Но инженеры предупредили – более темные самолеты будут сильнее нагреваться. Когда к власти пришел Байден, он решил все оставить как есть. Но теперь в случае победы на выборах Трамп может вернуться к своей идее. А вот американские флаги должны полностью производиться в США. Такое решение сегодня приняли в Конгрессе. Теперь федеральное правительство должно закупать только те товары, которые полностью изготовлены в Америке. Сегодня флаги США чаще всего печатают далеко не в США. Из Китая импортируют миллионы флагов. Это целая индустрия. Законопроект еще должен подписать Джо Байден. Генпрокурор Миссури подал иск против администрации Байдена за перевозку в его штат нелегальных эмигрантов. Он заявил, что Байден и Харрис отказались предоставить ему нужные документы, связанные с этим событием. Но теперь вот местные власти считают, что Белый дом намеренно заводит нелегалов в штат Миссури. Кстати, если вы нас смотрите там, пишите в комментариях, насколько серьезно вы чувствуете на себе иммиграционный кризис. Другим новостям большинство жителей Флориды готовы поддержать Дональда Трампа на выборах. Это показал новый опрос университета Северной Флориды. Трамп обходит Харрис в этом штате на 7% пунктов. Вообще, Флорида такой непостоянный штат. В какие-то годы он становится красным, а иногда появляются продемократические тенденции. Многие наши подписчики из Флориды писали здесь в комментариях, что очень довольны, например, работой губернатора-республиканца Рона Десантиса. Он может сейчас, вот сейчас, может быть, у кого-то мнение изменилось. Не знаю, вы лучше напишите сами в комментариях. Американские коммунисты устроили марш Филадельфии. Несколько десятков человек прошлись по улицам города с красными флагами, на которых был изображен серп и молот. Участники коммунистического шествия закончили акцию мирно. Но вот, по крайней мере, в полиции Филадельфии ни о каких провокациях или задержаниях не сообщали. К другим новостям в Айове вступил в силу один из самых строгих запретов на аборты. Теперь в этом штате запрещено прерывать беременность после шести недель. Исключение лишь в случае изнасилования или инцеста. Аборт также разрешен, если жизни женщины угрожает смерть. Ранее в Айове аборт был разрешен до 22 недели беременности. Таким образом, в США насчитывается уже 18 штатов, где действуют законы, запрещающие практически все аборты после шести недель беременности. Жители США получают колоссальные счета за услуги скорой помощи. Так, семье из Калифорнии пришел счет почти на 100 тысяч долларов за то, что их ребенка перевезли вертолетом в другую больницу. При этом в США формально действует закон, который защищает от неожиданных счетов за медицинские услуги. Но он касается только обладателей страховок от государства. Остальные вынуждены разбираться со счетами самостоятельно. Многие эксперты советуют вступать в переговоры с больницами и пытаться все-таки понизить сумму счета. Обычно, кстати, это удается. Но если вы хотите поделиться своей историей, связанной с медициной в Соединенных Штатах, то пишите нам на почту. Адрес вы всегда найдете в описании под нашим выпуском. В США ежегодно из 18 пациентов, которые попадают в отделение скорой помощи, как минимум одному врачи ставят неправильный диагноз. Получается, что врачи допускают 7 миллионов ошибок в год. Таковы данные Министерства здравоохранения США. Но что же делать, если вам или вашему родственнику поставили неправильный диагноз? Здесь лучше всего не паниковать и обратиться за бесплатной консультацией к адвокату. Ведь часто мы просто не знаем о своих правах. Офис адвоката Тани Гендельман почти 30 лет занимается медицинскими ошибками в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Вам помогут быстро и профессионально оценить ситуацию, найти медицинских экспертов. И самое главное, вы сможете получить большую компенсацию за медицинскую ошибку. Неправильная диагностика, ошибки при операциях, родах в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Именно в таких сложных делах вам поможет адвокат Тани Гендельман. Что бы ни случилось с вами в медцентре или больнице, обращайтесь к адвокату в Нью-Йорке и Нью-Джерси Тани Гендельман. Телефон сейчас вы видите на своих экранах. Звоните, либо заходите на сайт trauma.com и обращайтесь. Консультация бесплатная. Мы продолжаем. Сеть банков Chase меняет правила. Теперь клиентам запретят платить кредитками за спорные услуги, которые заманивают акциями «Купи сейчас, заплати позже». 10 октября все платежи от таких организаций будут отклоняться. Вместо этого в Chase предлагают пользоваться похожей услугой от их компаний. Оказывается, в США есть города, власти которых заплатят вам за переезд именно туда. Но, например, каждый, кто решится купить дом в Большом Рочестере в штате Нью-Йорк, получит 9 тысяч долларов за покупку дома. Еще 10 тысяч предложат специалистам интересных для региона профессий. Похожая программа действует и в городе Джексонвиль в Иллинойсе. Там, кроме бонуса в 9 тысяч долларов, вы также сможете получить даже спортивные абонементы. Ну а родителям Нью-Йорка будут выплачивать новые пособия. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул. Более 1 миллиона семей с низким и средним доходом могут получить до 330 долларов на ребенка в рамках новой программы. Вообще, это дополнительная выплата сверхналогового кредита за прошлый год. Заявки подавать не нужно. В налоговой все оформят автоматически. Ну а чеки начнут рассылать первую неделю августа. Невероятные кадры. В Нью-Йорке грузовик влетел на крышу дома. Житель небольшого городка вызвал службу по вырубке деревьев. Но грузовик перевернулся у него на участке, а кран вместе с рабочим упал на дом. Рабочий чудом не пострадал. Ну а компании придется теперь не только вырубить деревья, но и отремонтировать вот этот дом. Тесла снова отзывает партию своих автомобилей. На этот раз из-за проблем с программным обеспечением. В результате поломки капот может просто открыться во время движения автомобиля. Всего будут отозваны почти 2 миллиона машин. Кстати, наши подписчики уже писали, что сейчас очень трудно стало оформить недорогую страховку на Теслу. Если вам интересна эта тема, мы можем обсудить ее с экспертом в наших ближайших выпусках. Отличная новость для путешественников. American Airlines снова устраивает распродажу билетов. До 4 августа вы можете купить перелет внутри США всего за 60 долларов. Это касается осенних рейсов с отправлением во вторник, среду или субботу. Ну а ссылку на акцию, как обычно, мы оставим в описании к этому видео. Прямо сейчас новости Олимпиады. Сегодня женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото. Ну а британский спортсмен Натан Хелс выиграл золото в стрельбе по тарелкам. Тут интересно, что Жан-Пьер Брол из Гватемалы завоевал бронзу в этом виде спорта. Это всего лишь вторая олимпийская медаль Гватемалы в истории. Также сегодня соревнования по мужскому триатлону пришлось перенести. Из-за дождей вода в сене стала грязной, поэтому организаторы и приняли такое решение. Итак, по количеству золотых медалей лидирует Япония. По 6 золотых медалей у Китая и Австралии. Ну а у Франции 5 медалей, как и у Южной Кореи. Но вот США пока на 6 месте с 4 золотыми медалями. Спасибо, спасибо всем за лайки, спасибо за комментарии. Мы продолжаем. В редакцию Бюро обратилась наша подписчица Ольга Медведева. Сейчас женщина судится за свою долю квартиры. Дело рассматривает российский суд, но тут возникла проблема. Еще в начале 90-х собственник жилья, он же племянник Ольги, уехал в Америку. Ну а здесь его мама вышла замуж, и супруг мамы усыновил племянника Ольги. И вот теперь в суде требуют документ об усыновлении, которое произошло здесь, в Соединенных Штатах. Можно ли, в принципе, получить такой документ? И какие важные документы на детей, в принципе, могут получить как в России, так и в Америке? Давайте попробуем разобраться. К нам прямо сейчас присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Денис, давайте сначала ответим на вопрос Ольги. Все-таки нам прямо написали на почту и интересуется именно у вас. Можно ли получить об усыновлении какой-то документ здесь, в Америке, отправить в Россию для суда? Ну, Денис, в том контексте, в котором этот вопрос сейчас прозвучал, он вообще, в принципе, не ко мне, потому что вопросы усыновления в Америке регулируется каждым штатом по-своему. И непонятно где, когда он усыновил. То есть гипотетически запросы послать можно, а практически… Вот в России, например, это тайна усыновления. И никому, никакой тёте эти документы не выдает, вот они за семью печать. И для того, чтобы получить документы об усыновлении, нужно пока усыновить живо, брать их разрешение. А если они, не дай бог, оба умерли, тогда надо идти в суд. И в России вам никто ничего не даст, даже самому усыновлённому ребёнку. Потому что эта тайна охраняется государством. А вот у тёти, в принципе, нет такого права, если смотреть применительно к России. Если смотреть применительно к Америке, то надо смотреть, в каком штате произошло усыновление, если она это знает. Потому что делать запросы по всей Америке, ну, в принципе, это можно сделать. Но вероятность того, что тёте дадут эту информацию, то есть это в любом случае тайна охраняемая законом. То есть вероятность, что эту информацию дадут тёте, она крайне мала. Что ей надо сделать, это, наверное, уточнить, что с родителями, что с усыновлённым ребёнком. Взять от кого-то из них доверенность. Или чтобы этот человек, допустим, выдал доверенность на меня, потому что она в Америке вряд ли вообще что-то сможет запросить. Если у меня будет доверенность от хотя бы усыновлённого этого человека или от его приёмных родителей, от одного из них, то попытаться можно, особенно если ещё и штат известен, то это вообще будет. Да, Карина, скажите, пожалуйста, что касается детей. Какие документы чаще всего, может быть, к вам обращаются? За какими документами, чтобы вы помогли оформить, заверили и так далее? Вот чтобы примерно понимать, с какими проблемами можно к вам обращаться, вот именно семейным людям. Ну, прежде всего, ко мне чаще всего даже не по детям обращаются, потому что, когда у людей рождается ребёнок, то, как правило, этот ребёнок, они на этого ребёнка берут документы, они об этом думают, для них это важно. Они без документов не могут его вывезти, они не могут его в чемодан посадить, сдать в багаж. Они даже не об этом не думают. Им кто-то подскажет, что надо оформить свидетельство о рождении, надо оформить паспорт. Такие документы у людей обычно есть. Но, по крайней мере, пока они их не потеряют. Потом они ко мне обращаются. И говорят, вот мы потеряли, у нас-то ребёнок родился в Нью-Йорке, запросите нам свидетельство о рождении. Мы решили получить американский паспорт. Вот мы уже 20 лет живём в России. А Миша наш родился в Нью-Йорке и хочет получить американский паспорт. Вот есть такие запросы. Но, в принципе, по детям вопросов возникает реже, меньше, чем, допустим, по документам о браке или об отпуске брака. То есть тут у меня просто шквал обращений. Во-первых, внимание всем, кто вступает в брак в Америке. Я понимаю, что вы все хотите праздника, вы все хотите красивые фотографии, вам в Инстаграм всё это запустите, это всё хорошо. Но озадачитесь документом с апостелем. Потому что пока вы сами своими ножками ходите по Америке, вы это можете сделать практически бесплатно. А когда вы уезжаете в далёкую Россию или куда-то ещё, то каждый документ вам становится просто получить значительно сложнее и значительно дороже, чем если бы вы это сделали сами, находясь в Америке. Поэтому это всё не по наружку. Если вы дошли до ЗАГСа, то это всё уже серьёзно. И потом вам придётся разводиться, у вас нет документа с апостелем, и вы застряли. Потом вот участилось количество обращений у меня. Они в основном связаны с наследственными делами, но есть связанные, которые с иммиграционными делами. Например, вам нужно доказать, что вы в такой-то период времени не состояли в браке. У меня, допустим, есть клиентка, которая для получения неиммиграционной визы в Америку указала вымышленного мужа. Она его с потолка взяла. Вася Иванов написала, там, 55-го года рождения. И ей, как замужней даме, выдали визу в Америку. А теперь она по-настоящему вышла замуж. Дело дошло до иммиграционного интервью. Офицер говорит, come on, ты же замужем за Васей Ивановым. У тебя твоё женство? Она говорит, да нет, я пошутила тогда. Он говорит, так вы определитесь, когда вы пошутили. Тогда и сейчас. И мы сейчас по всему бывшему Советскому Союзу собираем справки, что она нигде не вступала в брак. Да, да, да. Это как раз то, что касается брака и документов после развода. Наверняка мы про это уже, конечно же, говорили с вами. Но в любом случае это многих-многих-многих интересует. И поэтому можем сейчас обратиться к нашим зрителям и подписчикам. Если у кого-то есть вопросы по вот этим темам, то отправляйте нам на почту YouTube-канала Бюро. Либо лично обращайтесь к Карине. Также все контакты Карины мы оставим в описании к этому видео. Мы вынуждены идти дальше новостей сегодня, как обычно, многом. Вас мы, как всегда, благодарим за помощь и за вашу консультацию. Лицензированный юридический консультант Карина Деваль была вместе с нами сегодня. И увидимся на следующей неделе. В Теннесси медведь залез в машину в поисках вкусностей. Ну вот медведь из-за небольшого города совершенно обыденно открыл дверь автомобиля, проигнорировав хозяйку машины. Ну и забрался он вовнутрь. Женщина тщетно пыталась напугать его сигналом, но очевидцы подбрасывали еду на парковку, чтобы выманить незваного гостя. Но вот в результате тот все же вылез из машины, ну и вскоре забрался в соседний трейлер в поисках... Ну, он уже не поел в поисках еды. Ну а если вы нас смотрите в Миннесоте, Вайоминге, Монтане, Иллинойсе, или в штатах Вашингтон, или Нью-Йорке, то сегодня вы можете увидеть северное сияние. Как только закончите смотреть этот выпуск, отправляйтесь на улицу. Сияние должно быть очень красивым. Ну и если будет время, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Ну а я, Денис Чередов, как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях. Также благодарю всех за поддержку. Вы можете отправить нам донат, воспользовавшись вот этим вот QR-кодом. Также под каждым выпуском вы найдете кнопку «Thanks». Ну а мы с вами увидимся уже завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!